Привет, мои хорошие! Смотрите, где я нахожусь на данный момент. А ну-ка угадайте, что это. Это у нас Плаца de los Toros в Альмерии, да, где проводят кориды. Смотрите, наверняка здесь откуда заходят, приезжают именно торерос. Если честно, с той стороны была, когда привозили быков. Вы знаете, зрелище неимоверное. Но я сюда никогда в жизни ногой даже не ступлю, потому что мне не нравится, когда издеваются над животными. Это, конечно же, культура их, но и, простите, извините. Так что смотрите, видите, да, у нас здесь корида своя есть. Кому нравится и приезжает очень много знаменитостей. Ой, какой сегодня день шикарный, а мне на работу, а. Кстати, вот в этих домиках я свою кошечку и нашла. Вот в этом вот уголочке, когда было очень много воды, и, как видите, здесь спуски, да, вот такие вот, и заливало очень сильно водой. Так что моего кошечка с происхождением отсюда у нас, недалеко от нас. Привет, мои хорошие. Вот, видите, бегу на работку. У нас сегодня, как говорится, праздник. Ну, как праздник уже прошел, в принципе, но многие отдыхают. Видите, улицы почти пустынные. А я злая, я иду, как пантера. Представьте, в последний момент мне сказали, что я должна идти на работку. Я думаю, блин, наломали. А я думала, другие планы сделать. Ну, что поделаешь. Вот сейчас иду, смотрите, вдоль кориды вот этой вот. И обратите внимание, это очень большой. Вот здесь именно находится торос, который их загоняют. Вы знаете, иду, и вот именно расстроенная, потому что мне так не нравятся капризные люди. Я, честно говоря, сказала, что сегодня праздник, я работаю, ничего страшного, вы знаете. Но постоянно мне меняет график. Вот одна есть, постоянно она что-то придумывает. Я вам уже покажу со всех сторон его, чтобы вы примерно знали. Такая у нас Плаца de los Toros, видели, да? И вот именно вот здесь вот, где загоняют быков. Потому что я видела, грузили машины. Вот здесь, видите, такие есть, где продают билеты. Ну, конечно, билеты продаются они по интернету тоже. Но вот именно вот этот вот весь загон, это для быков. Честно говоря, зрелище не очень, не очень. Я это все не поддерживаю. Конечно, пойду сейчас буквально на пару часиков, вы знаете, ничего такого страшного не будет. Ну, просто хотела съездить на базарчик, где-то погулять, где-то пойти пройтись. Ну, ничего, у нас будет суббота-воскресенье. Оценяйте, гляньте, висят гранаты прямо вот так вот на улице. Видели, да? И никто не сорвал. Ну, меня и там не было, правда? Видите, для птичек. Вот, кстати, прохожу магазинчик, гляньте, засекла 5 килограмм картошки по 5 евро в магазинчике. А буквально вот там вот за углом продается за 5 евро два мешка. Вот здесь у нас больница, как видите. Вернее, у них зона эта очень старая, очень старая. Это уже ближе туда, как говорится, к старинному центру. Видели, да, какие домики? Ну, в принципе, здесь тоже живут, как говорится, работяшки. Сейчас люди, видите, на базарчик собираются. Вот пенсионеры везде все с такими тележечками ходят. Видели, да? Это, кстати, в Испании очень распространенное. Вот видели, да, какие дома? И там уже горы у нас. Это как вроде бы уже, как говорится, конец города. Ну, не очень много лет работала, вы знаете. И я помню, вот здесь раньше жила женщина, она уже умерла. Это ее дом. Забросили, жалко. И там у нее был магазинчик. Знаете, до такой степени уютно было. Боже, зайдешь к ней туда всегда, знаете. Вот, смотрите, да. А у нее цветочки стояли здесь. Все было. И ступенечки. Бывает, садим на ступенечках здесь. Видели, да? Как жалко. Она все время нам лимоны дарила. Видите, лимончики. А видите, летели забросили все. Никому ничего не надо. Такой домик у нее здесь уютный был. Она сидела в магазине. Постоянно торговала, работала до последнего. Одежды было здесь и одежды. Все, что хочешь, было. Всего понемногу. И гляньте, такая домина и все заброшено. Как жалко, правда? А Рафели, видели? А Рафели звали ее. Ой, воспоминания. Смотрите, как он у меня сегодня в шикарном платье. Вы только заценяйте. Длиннючая, длиннючая. Вот такая вот, я не знаю, вот девушка порядочная. С такими помпонами. И единственное, что нужно, ваш совет. Девочки, пожалуйста, посоветуйте. Смотрите. Я вот так вот делаю. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Вот так вот, да? И как-то я себя не особо так чувствую. Мне кажется, может быть, лучше завязать. Будет более стильно. А ну, подождите. Сейчас посоветуйте. Просто знаете, что прикольно? Вот эти вот помпончики. Вот эти кабаки самые. Вот, да? И вот, смотрите, в таком стиле, когда оно подвязано. Как вам такое вот? Вот, видите, да? Оно вот так вот у нас смотрится. А если развязать, они просто висят. Подождите. Я вам честно говорю, такая порядочная, что аж, блин, противно. Ну, тут же декольте показывать надо. А ну-ка подскажите. Кстати, мне рукава вообще, я волудею. Тут можно и длинными делать, и короткими. Сейчас я вам покажу. Вот, заценяйте. Видели, да? Мне очень нравится. Кстати, опять мне сделали подарок. Ну, что ты поделаешь, а? Мне так и в магазин не нужно скоро будет ходить. Правда, девчоночки? Так что обязательно напишите мне, как вы считаете нужным. Завязать или вот так вот развязать? Ну, а я пойду пройдусь. Сегодня у нас праздник. Я чего, буду дома сидеть? Сейчас. Прямо налюбоваться на себя не могу. Такая порядочная. Прямо в таком платье длинном, все время в шортах. Даша в тях. А тут, смотри, какая мадмуазель. Девчули, как классно ходить в платьях. Ну, я вам честно скажу, я уже пару раз чуть не намотала себе на ноги и не грохнулась. Спускаясь со ступеньками, это лохмотки надо поднимать. Ну, конечно, элегантно, ничего не скажешь. Я помню, в детстве все время любила ходить в длинных платьях. Вот этих вот цыганских юбках. Помните, да? Как напялю бывает на себя вот эта мамина, все там, знаете. А сейчас иду, что-то не балдею вообще никак. Ну, красиво разве что. Я сейчас прийду, меня увидят в длинном платье, все время шорты, да шорты. Скажут, боже, а шорты все такие было, а? На шатане радикально поменялось. Ну, пойдем где-нибудь сейчас поужинаем, что ли, а? Да потрясим потом. Только что прохожу мимо дома, ребятки, а там сидит, помните, я вам рассказывала, девочки, испанки вот этой сумасшедшей, жених, жених, румын, которым она расхерячила машину. Помните, да? Сидит, как глянул, он мне залывался такой и даже подмигнул. Ребят, да что же это меня на румынцев тянет? Кстати, вы знаете, я вам скажу, девочки, почему? Потому что они чем-то похожи на наших мужиков. Вот знаете, бывают вот это вот мазокисты. Нам вот что-то не хватает нашим с кого, знаете? Ну, думаю, прийду, сейчас как сяду, как засяду, поволтаем, какой там хренушки. Там, оказывается, наших было больше, чем испанцев. Только камеру повернулось, и тут такие, тюуу, думаю, ну ладно, все, приехали, не полялякаем мы. Ну, ничего, пойдем, пройдемся. У нас сегодня прохладненько, вечерочком надо было уже подстегнуть под горлышко. Ну, в принципе, ничего, так можно терпеть. Встретила только что знакомую, говорит мне, ой, Танечка, видела, что ты там на фотографиях, там, в Маракеш, там, летала. Ну, по нашему моройку. Я говорю, ну, ты не летала, а бегала. Ну, она как-то переплывала, я говорю, пригребала. Три дня. Прекрасно провела время. Она, ой, а где ты была? Я говорю, на севере. Нет, надо было на юге ехать. Я говорю, слышишь, говорю, так извини меня, может, там землетрясение было. Как там тебе, наверное, насчет этого? Да вообще, там север, там нечего смотреть, говорит, да? Боже, люди, ну, ну, порадовались бы, от честного сердца нет. Я говорю, а когда ты последний раз там была? Она говорит, ой, была там в 90-х годах. Я говорю, ну, трэш полнейший. А с кем ты ездила? А сколько тебе стоило? А что купила? Ну, как всегда, девочки, вы же знаете, да? Все равно поездка твоя хрень. Надо на юг ехать. Земля трусится, но надо на юг ехать, потому что она там была. Ну, ничего, боженька, как говорится, даст. Ты денежки заработаем, там, может, на юг съездим. Но только не сейчас. Куда его сейчас там ездить? Боже, ребятки, помню, работала я в этом барчике. Божечки мой, сколько воспоминаний. А сейчас только вот эта Академия Англии сработает. Это закрыто. Там тоже, ай, нет, гляньте, Ахенция Девьяхес. Это единственное, что здесь на этой дорожке и осталось открытым. Ну что, пошлите посмотрим, что там есть. Здесь этой Ахенции собиралась я ехать, я помню, на Канкун. И обломали мне крылья. Сраная пандемия. И вот я и подглядываю, сколько же у нас стоит Средиземочка. Ну, Средиземочка, а вот именно покататься на такой знаменитой фирме, как МСК. Подсекайте, Арабия Сауди у нас стоит 679. Ну, начиная оттуда. Игипет у нас стоит тысяча и наверх. Португалия, наверное, да, Мадеира. Вот, видели ценочку, правда, да? Германия, вон, смотрите, да, поездочки. Ядрит налево. И Галиция Террауника. Начиная от 275. По Избаску 305. Какой классный ресторан был здесь раньше, а. А сейчас, гляньте, все закрыто, пустое. Ничего не работает на этой улице. Одни фонтанчики остались, а. Фонтанчики и сегодня даже не перекрещиваются. И вообще, осень это хрень. Это полная хрень. Гляньте, людей на улице вообще нет. Скучно. Очень скучно. Террии зеленые, вы обратите внимание, хоть в один листик грохнулся, чтобы почувствовать, что это осень. В принципе, в этом году мы загулялись, малек. Боже, летом выходишь на улицу, все на лавочках сидят весело. Все прикалываются, смешно. Музыка играет. А тут, блин, два инвалида. Спасибо, Лида.